Игра «Зарничка» проходит в нашем городе уже второй год подряд. В этот раз за путевку в финал боролся 21 сад. В итоге из них отобрали самые подготовленные команды. Детям предстояли спортивные эстафеты, бег на скорость и прыжки в длину. Большое внимание уделили и интеллектуальной подготовке малышей. Детсадовцы рассказывали, как вести себя на дороге, что нужно делать, чтобы не случился пожар и как оказать первую помощь. Акцент сделали и на знании истории России. Патриотическое воспитание направлено в спортивное воспитание, чтобы дети наши дошкольного возраста знали уже о своей родине, о истории своей родины. То есть вот эта «Зарничка» соревнований не только спортивное, но оно направлено на патриотизм. В результате победу одержала команда детского сада номер 9. Серебро у воспитанников 30-го сада. Бронза у 37-го. Игра вызвала восторг у малышей, даже у тех, кто не занял призовые места. Понравились тебе соревнования? Да. А что понравилось? Мне понравилось, как мы бегали. А что было сложного? Было сложное, как мы собирали. Ищи для врача. Так, а тебе понравилось? Да, мне понравилось, потому что тут можно только прыгать и быстро бегать. А что было самое сложное? Из стафеты. А почему? Потому что там надо быстро бежать. Мне не было сложно ни аптечку собирать, ни бегать и ни прыгать. А что понравилось? Мне понравилось, что мне наклеивали пластырь и что мы бегали. Да, мне очень понравилось. А что больше тебе понравилось? Мне понравилось бегать. В конце октября для самых маленьких спортсменов города пройдет малыш Ада. А весной детсадовцы и их родители примут участие в эстафете «Папа, мама, я – спортивная семья». Екатерина Пенова, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.